Друзья, с нами Сергей Корякин. Сергей, поздравляем тебя с отличной победой. Все очень сильно переживали за тебя и радовались. Поздравляем. Молодец. Ну скажи, ты нервничаешь, нет? Ты нервничаешь немножко? Ты хоть немножко занервничал сегодня? Нет, зачем нервничать? Ну, понятно, что дикое напряжение до конца. В общем, матч такой очень сложный. Но у меня как бы до этого был матч с Артемиевым, который тоже был очень сложный, поэтому это нормальное состояние для Кубка мира. То есть обычное напряжение, да? Ну да, да. Начнем сначала, да? Классические партии? Ну, классические, получается, что в первой партии он пошел на мою подготовку. То есть я знал, в принципе, до конца, вот черный цвет в Берлине. Мне кажется, что стоит поблагодарить моего секундата Дениса Хисматурина. Да, мы отметили. Хорошо поработал, да. А потом во второй партии, на самом деле, не было такого плана делать быструю ничью. Мы готовили совершенно другой вариант. Но где-то за час до партии я сказал, что мне не нравится совершенно то, куда я хочу выйти, и что там такая позиция очень сильно обоюдная, и там может пойти в любую сторону. Я сказал, что, ну нет, давайте сегодня выходной опять. И поэтому, на самом деле, да, так просто получилось. А потом уже сегодня я уже выходил в какие-то более игровые схемы. Ну, и если в первой партии, в первых двух партиях, скажем так, все было относительно мирно, то в третьей партии уже, когда я играл белыми, у меня было большое преимущество. Может быть, где-то был выигрыш. Возможно, владельцы, конечно же, может быть, еще. Ну, и потом, и потом в четвертой, в решающей партии быстрых я зачем-то съел пешку на А4. Вот этого я до сих пор понять не могу. Какая-то жуткая жадность на меня напала. Или, может, я просто голодный был. Не знаю. Я побил на А4, рассчитывая, что он побьет конь Е5, G6, конь G3 к ФРДФ6, и там шикарно придется еще раз. А конь Е4 или конь Е5 просто взявнул. Просто взявнул, и у него со всех сторон там на Б7 висит. Конь потом на Д6 залазит. Там слон уходит на А5 висит. Просто чудовищно. Очень важно было, что я здесь не рассыпался. Что я нашел, мне кажется, очень важный способ продолжить игру. ФРДФ5. И важный был вариант ФРДФ8. Я не знаю. Может быть, компьютер где-то и покажет выигрыш за белых. Ну, вот какой-то такой вариант. Я считал. СЛОН Д6, КРДФ7, СЛОН Д8. ФРДФ2, ВЛДФ1, ФРДФ8. Ну, понятно, что белые там совершенно не рискуют. Но с другой стороны, если здесь что-то больше, чем ничья, не факт. Потому что, скажем, у меня идея условно после ФРДФ7. Следующий вход ФРДФ4 шаг. Потом ФРДФ5 шаг. Потом ФРДФ5 шаг. Потом ФРДФ5. И я цементирую эту позицию. Может быть, ничего и дело. Вот этот вариант, я думал, будет в партии. А он пошел в Эльспель. Ну, то есть тоже заманчиво. Но с другой стороны, у меня здесь потенциально контр-игра довольно серьезная. Хотя, наверное, у него как-то точные акадами может быть лучше. Ну, вот мне казалось важным, что здесь у меня конь. Конь продвинутой пешки. И мне казалось, что, в принципе, объективно, здесь должна быть достаточно контр-игра. Ну, я думал про равенство в тот момент. В целом я не думал об игре на победу. Но мне казалось, что, ну, сильная компенсация. Ну, ЛДЖ-1 здесь, конечно, надо было пойти. Не знаю, после этого условно. На КРДФ7, может быть, как-то еще. Мне кажется, что позиция, ну, я бы сказал так, что динамического равновесия. Хотя, может быть, ошибаются. Нет, все четко говоришь вообще. Все по компьютеру. Ну да. А после ЛДЖ-2, А4, это, конечно, Севоок. И здесь, во-первых, первый важный вариант был, что Б5 проигрывает из-за простого. А, ну, может быть, Ф3. Ну, мне казалось, даже Е3 выигрывает. Е3, БЦ, ЛДЖ-2. То есть, КРД3 нет из-за ЛДЖ-2. А на КРДЕ1 я просто хожу в ЛДЖ-2. Потом там Ф3 или ЛДЖ-1 выигрывает. Соответственно, ему пришлось потерять темп. КРД1 и Ф3. Ну, и здесь, конечно, он решающую ошибку совершил. Я думал, он как-то С4 будет подрывать. Ну, здесь я уже понятно, что не успевал посчитать. То есть, понятно... Ясно, что у меня уже ЛДЖ-2, ЛДЖ-2 уже как минимум ничья в кармане есть. Но, наверное, здесь уже... Ну, компьютер уже 4 показывает. Наверное, черный уже выигрывает. Ну, видно, что белые допустили какой-то пешечный накат. И... Ну, понятно, что они рассчитывали на ход Б5. На то, что это может как-то спасти. Но здесь нашлось очень важное Е3. Хотя вот изначально я думал о ходе К5 сразу. БА, Е3. Но тут, к сожалению, А7. И я не успеваю там... С шахом, да? Да. С шахом проводят. Ну, может, ничья вне какая-то чудо есть. Но точно не больше. А Е3 очень важно именно сразу. ФЕ, К5. Ну, и здесь, соответственно, после... Случаи, скажем, БА, К4, А7, К3. Ну, просто, оказывается, ЛДЖ-2. Это моя идея. Ну, и, собственно, после К5 у него уже нет защиты никакой. Слон А3 это... Здесь он сдался. Ну, потому что после АБ ничего лучшего нет. Конь Д2 шах. Я выигрываю качество. У меня совершенно уникальная позиция. Пешка Д5 цементирует все пешки. Она больше играет на 7. У него нет никакой контр-ыгры. Супер. Отличная партия, кстати. Вообще. А Е3 ты находил буквально на секундах, правильно? Как-то все вот это успевал посчитать. Ну, я говорю, что я сразу уже заметил идею. Просто изначально, именно само оформление идеи... Я думал, сперва проход К5 сразу, а потом я заметил, что... Что именно нужно начать с Е3, а потом К5. Вот. Ну, а так... Так, я не скажу, что идея сложная, но, конечно, когда там остается... Остается меньше двух минут, то... То напряжение витает в воздухе. Важно было все это не ошибиться. Ну, ты как раз таки сказал по поводу пешечных цепей. Провел аналогию по партии с Артемием. Похожий был. Похожий почерк там был в партии. Ну, там причем не то, что... Не то, что похожий почерк, но и одинаковый дебют, что они оба со мной сыграли К5-3, К5-4. Вот это удивительно. Так что получилось. Ну, что же, поздравляем, Сергей. Спасибо тебе большое, что пришел к нам опять. Спасибо большое. Поздравляем, конечно. С кем следующим играешь ты? С кем ты играешь по сетке? С следующим играем с Шайнкландом. Ага, отлично. Какие у тебя ощущения по поводу... Ты смотрел его партию с Петей, с Видлером? Да, партию смотрел. Нет, но, в принципе, видно, что он на подъеме, что он играет очень-очень здорово в этом турнире. Поэтому я не буду ничего загадывать. Я с ним никогда в жизни не играл, собственно. Но, учитывая, что он в хорошей форме, надо будет самому стараться. Здорово, да. Спасибо, Сереж. Успехов. Успехов, да. Будем ждать тебя снова здесь. Спасибо большое.